Здравствуйте, дорогие зрители, вернее, зрительницы, потому что я думаю, что это видео заинтересует тех, кто делает маникюр, а это обычно женщины. Итак, меня не раз уже просили, увидев у меня на руках маникюр, очевидно, рассказать про свой маникюр, и что я делаю, и как я делаю. Сразу хочу сказать, что маникюр я делаю себе сама, не из жадности, а потому что я не люблю, когда кто-то другой возится с моими руками. Я пробовала делать маникюр, делала в свое время обрезной маникюр, делала всевозможные виды, единственное, что я не делала, я не наращивала ногти. Мне не нравилось, как мне делали, всегда я чем-то была недовольна, и пришла к выводу, что я могу это делать сама, и много лет я делаю это сама. Во-первых, потому что у меня совершенно беспроблемные ногти, они не ломаются, они не слоятся, кутикула у меня сильно не зарастает, не вырастает, и, в общем-то, довольно легко и быстро я делаю свой маникюр. Может быть, кому-то покажется он непрофессиональным, меня он устраивает. Короче, что я делаю? И вот все мои средства, по-моему, я не забыла ничего. Прежде чем нанести новый маникюр, мне нужно снять старый, вот как раз сейчас мне нужно будет это сделать. Вот этим я снимаю. Это продается в Суперфармах. Открывается крышечка, берется тампончик, нажимается, выдавливается нужное количество средства для снятия ногтей, и снимаешь. Он хорошо снимает, немножко едкий запах у него, но зато беспроблемно снимает. Это тоже средство для снятия лака, и тоже продается в Суперфармах, и не только. Я люблю Суперфармовский, он хорошо снимает. В каких случаях я пользуюсь им? Значит, отвинчивается крышка, погружается туда палец, палец им надо покрутить там, туда-сюда, и лак прекрасно снимается. Я пользуюсь этим, если, например, я занимаюсь маникюром, и лак нанесла неудачно. Ну, как вы снимете, чтобы остальное не повредить? А тут очень просто. Открываешь, опускаешь тот палец, с которого ты хочешь снять лак, и все. Вуаля. И я могу сказать, что я покупала и других фирм. Вот у меня сейчас находятся фирмы, где это я купила, а Бьюти Кер. Израильтяне знают. Это магазины очень дешевой косметики. Там, правда, иногда можно купить удачные вещи, но вот это оказалось неудачным. Тоже такой же точно, опускаешь палец, но снимает он гораздо хуже, чем вот первое средство, которое я показала. Так вот и лежит у меня. Иногда нужно как-то подпитать ногти, чтобы они не сохли, чтобы они были хорошего качества. Для этого у меня есть вот такое масло. Это масло, по-моему, на фирме Сали Хансен. Куплено было еще, когда фирма была, где-то год назад. Оно в хорошем состоянии, видите, много использовала. Когда я снимаю лак, если я не собираюсь в этот же день накладывать маникюр, а я стараюсь хотя бы один день, неделю отдохнуть от маникюра, дать ногтям, то в этот день я намазываю ногти вот этим маслом, втираю немножко и просто как бы питаю их этим маслом. Вот раз в неделю обязательно им пользуюсь. Приступим к самому маникюру. Значит, маникюр я делаю практически необрезной. Что значит необрезной? Я обрезаю, конечно, ногти. Ногти я обрезаю ножницами. Эти ножницы, которые видите, это ножницы фирмы Золинген немецкой. Очень хорошие. Я сегодня их что-то даже и не вижу в продаже, но они в приличном состоянии, другие мне не нужны. Сначала я обрезаю, я не люблю, когда они очень длинные. Чуть-чуть должны быть, но не настолько, как некоторые любят, мне мешают. Я их обрезаю, после этого беру пилочку. Вот сейчас вот эта кристаллическая, так называемая. Главное, что пилочка должна быть такая тоненькая, не должна быть грубая. Надо обработать край ногтя, чтобы не было никаких ошметок, чтобы он был гладенький. Иногда я пользуюсь другими. Вот сейчас я пользуюсь этой, показываю то, чем я пользуюсь именно сейчас. После того, как я ногти обрезала, обработала, если нужно, не всегда их обрезаешь, когда нужно, когда отрастают. А отрастают они у меня очень быстро. И после этого нужно удалить излишки кутикулы, которая тоже немножко появляется. Чем я пользуюсь? Используюсь я вот этой голубой бутылочкой. Это фирмы Сали Хансен. К моему огорчению, больше ее в Израиле просто нету. И она у меня кончается, поэтому я заказала ее на eBay. На eBay я заказала примерно за те же деньги, за которые я покупала здесь. Где-то 50 с чем-то шекелей. Ну, немножко больше 10 долларов. Ну, очень экономичная хватает. Ну, я думаю, на год самое малое. Еще на разочек мне хватит тут. И вот-вот оно придет, так что я не беспокоюсь. Значит, делается очень просто. Отвинчивается крышечка и наносится вот так вот. Выжимается на кутикулу всех ногтей. Ждешь 20 секунд. Это вместо того, чтобы вымачивать их подолгу в каких-то растворах. Здесь добавлено алое. Это натуральное, не химия какая-то. И после того, как 20 секунд подождешь, я беру вот эту палочку. Палочки эти я покупаю, как вы видите, израильтяне знают в магазине Beauty Care. Можно купить в магазине Wow Cosmetics, Sakara. Во всех этих магазинах дешевой косметики они продаются. А также их можно заказать на китайских сайтах тоже. Но они стоят так дешево, что какие-то копейки. Вот эта палочка, она делается, я не знаю почему, из апельсинового дерева. И ею я снимаю излишки кутикулы. Просто вот берешь эту палочку и вот так проводишь по кутикуле. И она буквально снимается. Если никак не удается где-то какой-то кусочек снять, бывает иногда такое, то я беру эти же ножнички и осторожненько срезаю в этом месте. Это все. Больше ничего мне делать не нужно. Но у меня ногти, я как уже сказала, наверное, беспроблемные. И поэтому не требуется мне никакой маникюрист, ничего такого. И после этого я наношу лак. Никаких базовых покрытий я не использую, потому что у меня гладкая поверхность ногтя. Лак держится хорошо, но чтобы держался лучше, я все-таки сверху покрываю еще топовым покрытием. Чуть не забыла упомянуть о корректоре для лака. Иногда наносишь лак, и он выходит за предел, положенный ему. И тогда я пускаю в ход вот этот карандаш. Я уже о нем рассказывала в своих видео о покупках в интернете. Просто макаешь кончик в обычный ацетон, и отлично-отлично снимается излишки лака. Хочу обратить ваше внимание вот на эту сушку для ногтей. Когда я наношу лак на ногти, наношу я обычно два раза. Я после этого брызгаю этим спреем на ногти, и подожду немножко, потом наношу топовое покрытие, и снова брызгаю вот этим спреем. После этого спокойно высушиваю ногти. Конечно, оно так сильно, может быть, не ускоряет сушку, но оно как-то закрепляет лак. После этого он не смазывается так легко при малейшем случайном касании. Поэтому мне он очень нравится, и он, правда, у него недостаток, что он быстро кончается. Вот и все, что я хотела рассказать. Если какие-то вопросы возникли, пожалуйста, спрашивайте, я с удовольствием отвечу. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, кто еще не подписался. Вот и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!